И вот когда я думаю об истории советских семен, я почему-то всегда вспоминаю вот эту притчу. У истоков нашей страны, великой страны, стояла великая идея. Идея именно освобождения духа человека, раскрытия его творческого потенциала. Идея строительства общества, где раскрытие вот этого потенциала стало бы возможно, реально. И эту идею, великую идею, воплощали люди, воплощали своей верой, своей жертвенностью, ценой зачастую своей жизни. Но, как говорится в притче, пришел враг и просеял другие семена. Точно так же были люди, которые, прикрываясь революционными лозунгами, какими-то красивыми словами, они искали своего. И проливали невинную кровь. И когда мы сейчас вот слышим про ужас известных большевиков, про красный террор, когда льется в течение 25 лет много грязи на советский строй, мы можем понимать, что это как раз плод действия того, кто посеял вот эти худые семена. И эта цель именно извратить идею, чтобы вот эта идея, она никогда не восторжествовала. И чтобы человеку никогда не освободился от рабства. И чтобы вот эта вот идея навсегда осталась для человека в утопии и иллюзии. Но в притче говорится так, что настает время, и худые семена будут отделены от добрых. И вот это время вот сейчас, когда сто лет прошло со временем Великой Октябрьской социалистической революции, это время наступило. И целью вот написания вот этой книги, которую мы сегодня представляем, это как раз отделить зерна от плеви, высветить суть, именно вывести во свет правду. И именно с этой целью книга и была написана. И что интересно, что история создания этой книги, она очень долгая. Книга была написана в 2011 году. И только в этом году, в 2017, в год столетия революции, у нас получилось ее издать. Пусть не большим тиражом, но мы ее издали. Еще очень интересный факт, что книга вот эта, вот она напечатана в городе Ульяновске. Ульяновске, это город, где родился Владимир Владимирович Ленин. Кроме того, тираж мы получили 22 апреля. Это с течением обстоятельств, оно не случайно. Это все закономерность такая, можно делать выводы. И я хочу представить авторов. Это вот лидеры движения «Русская Евангелие» Галаева Ирина Геннадьевна, Галаев Игорь Владимирович, писатели питерские, публицисты, общественные деятели. Ну и дальше они сами расскажут о книге. Я предоставляю им слово. Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада вас всех видеть. И благодарна, что вы пришли, нашли время посетить нас. Вот действительно, как сейчас говорила Ирина, она наш и редактор, и издатель. Книга «Советский Союз и сооризм» — это плод большого протяжения времени. Потому что, когда началось разрушение Советского Союза, я в это время только вступала во взрослую жизнь. И, конечно, для меня это была вот большая такая боль, большая рана. Потому что я родом из Советского Союза, и те воспоминания детства, которые я имела, это всегда какая-то радость, счастье, беззаботность. Я видела, что моим родителям не нужно было думать, как заработать деньги, как провести отпуск. Потому что все-таки государство, оно имело возможность планирования и помощи государству, людям простым. И с разрушением Советского Союза я вступила в эту новую жизнь и увидела, что, оказывается, вот та новая жизнь, которую нам предложили, оно совсем не то, о чем думали многие, когда выходили на баррикады в Москве, когда пытались донести до всех, что Советский Союз не нужен. Ну, прошло время, 30 лет, срок довольно большой. Этот срок нам позволяет все-таки увидеть и сделать какие-то выводы, и понять, что мы имели и что мы потеряли. Прежде всего, я не хочу сказать, что я обожествляю Советский Союз в то время. Это было действительно время очень противоречивое. И сегодня до сих пор нету однозначного понимания, а что же это такое? Что же это был за проект такой Советский Союз? И что такое социализм? Интересно, что вот эта тема, она старается вообще избегаться многими публицистами, общественными деятелями. Даже вот Парад Победы, если мы обратили внимание, Мавзорел был завершен, чтобы слово «Ленин» даже не попало ни на какие камеры. И это не случайно. Потому что то время, которое мы сегодня имеем, оно резко констрактирует, контрактирует с тем, что было тогда. И те вопросы, которые начинает общество задавать сейчас, очень неудобно власти находить нужные и правильные ответы. Прежде всего, в последнее время стало появляться много книг, много фильмов, документальных, размышлений, политические арены, где тему Советского Союза социализма пытаются люди осмыслить. Но вот наблюдая со стороны за всем этим, я видела, что люди пытаются это осмыслить именно с материзистической точки зрения. Разделяя, а много ли мы имели тогда, а что мы имеем сегодня. То есть люди ценят по некому материальному какому-то достатку. И когда ты наблюдаешь со стороны рассуждения, то ты видишь, что ты можешь дать и предложить обществу другое понимание, другой ответ. Поэтому нашу книгу мы писали в точке зрения с духовным разрезом. Потому что мы как раз пришли к Богу в 1991 году, это последний год Советского Союза. И на протяжении последних 26 лет мы начинаем понимать, что вот этот проект, это был действительно величайший, грандиозный проект в истории человечества. Еще люди, они даже не осознали того, что действительно произошло в нашей стране, и то, что мы даровали всему миру. Потому что вот те идеи либерализма, свободы, равенства и братства, которые пропагандируются сейчас на всех углах, они были только провозглашены в западном мире. Но попытка и путь реализации возможно только в устройстве социалистического общества. И это общество, где людям дается возможность именно духовного развития. Вот как ни странно, с одной стороны, Советский Союз всегда у нас ассоциируется с атеистическим обществом, но в то же время проект советского человека дал миру то, что не дало христианство за 2000 лет. Потому что действительно сказка, она стала реализовываться и становиться былью для многих миллионов граждан нашей страны. И вот такой знаменитый лозунг о кухарке, которая может управлять государством, ведь он действительно был реализован в нашей стране. Практически все правители, которые были руководители, они все были не из голубых кровей. И это лишний раз доказывает, что человек, он может на многое, он может на большее. И какой-то имущественный ценз, он ничего не значит с теми личными качествами, которые, и теми внутренними талантами, дарами, которые есть в каждом человеке. Но для человека нужны условия, чтобы эти дары и качества, они могли раскрываться. Потому что без условий пробиться капиталистической системе очень тяжело. Потому что капитализм это всегда такая, как рулетка, где наверху немногие, только те, которые смогли пробраться к благам этого общества. И, как правило, это не самые достойные представители человечества. А социализм, он дал людям все-таки равные шансы. И вот эти лозунги «Свобода, равенство и братство», они действительно реализовывались. Сегодня, конечно, вспоминают, Советский Союз пытается говорить именно с тех позиций, вспоминая ГУЛАГ, вспоминая репрессии, вспоминая голодомор и ужасы гражданской войны. Но тут важно помнить, что все это не является целью социализма, не является именно тем, что несет социализм. Это, скорее, издержки человеческих личностей. И человеческий фактор, нельзя забывать, что он очень важен в любом предприятии, в любом проекте. А когда люди, которые были раньше низами, вдруг они попали вверха, вот в воле случая, конечно, вот эта волна, она выбросила очень много людей. И многие пользовались тем, что они из низов и злоупотребляли своей властью. И теперь мы, как бы, кулят социализм с той точки зрения, что вот есть такие определенные факторы в его истории. Но нужно еще не забывать о том, тех исторических условиях, в которых развивался этот проект. Потому что изначально все условия, они были против. И как выжил этот строй, это действительно просто такое чудо. И чудо, оно действительно случилось, потому что тяга человека к свободе, оно было сильно всегда в русском человеке. Вот эта тяга к освобождению, сказание вот о святом Китежеграде, которое отлилило сердце человека, чтобы найти вот этот путь, он помог многим, не вдаваясь в подробности, а что такое партия большевиков, а что оно несет. Просто поверить в то, о чем они говорили. И изначально в проекте Советский Союз лежала идея. Вне идеи, вне понимания, что это за идея, понять этот проект невозможно. А в самой идее шла основная идея, идеи, это идея блага. Потому что все, вот идеи, они делятся на две части. Идеи, это благо и выгода. Выгода, это всегда, когда ты и все вокруг тебя. Благо, это когда для всех является этим благом. Когда мы поставляем и выделяем свои себя, и поставляем как бы в разрез обществу, то, конечно, мы можем получать какие-то блага. Но за эти блага кто-то должен расплачиваться. И, как правило, вот это неравенство, оно и возникает. Когда личное, оно противопоставляется общему. И идеи блага, которые вот нес социалистический строй, они дали, конечно, большой толчок развития. И еще важно понимать, что вне просвещения вообще воплотиться эти идеи не могли. Поэтому одним из первых декретов Ленина это было по борьбе безграмотностью. И именно вот возможность получить доступ к знаниям и вот реализовать эти знания, они вот очень хорошо показывают, как вот буквально за небольшой промежуток времени страна, раньше безграмотная, крестьянская, она стала покрываться сетью школ, садиков, домов культур, театров, университетов, институтов. Ведь это все наследие именно советской эпохи. И мы зачастую пользуемся этим, потому что сегодняшнее еще время, в котором мы живем, еще живем благодаря тому заряду, который мы получили, наша страна получила в эпоху Советского Союза. И вот идея людей достичь высших высот, преображения, она вот поднимала внутри человека дух, то есть вот раскрыляла его. И вот те вот подвиги, которые совершила наша страна первые 20 лет, это действительно великие подвиги. Вот Герберт Уэльс, вот он приезжал к Ленину где-то в начале 20-х годов. И когда он увидел разрушенную, голодную Россию, он сказал, что мы сможем, наша страна сможет достичь какого-то прогресса, в лучшем случае лет через 50. Он приехал потом через 10 лет, в начале 30-х годов, в 32-м году. И он увидел совершенно другую Россию. И он был просто потрясен. Как за 10 лет вы смогли достигнуть того, что мы при всех наших огромных ресурсах, возможностях достигали в течение нескольких столетий. И загадка, она кроется внутри каждого из нас. Это в том, что внутри каждого из нас живет дух, живет Бог. И если мы даем простор ему, то вот сказка, она становится былью. Непобедимое, оно побеждается.